выбрался сегодня половить рыбку заодно решил записать одну очень короткую но занимательную историю про одну из наших рыбалок был такой же ясный денек как сегодня теплый хороший я ругаюсь со своей бывшей женой вообще в дребадан в дребезги набираясь своему корешу по рыбалкам и по всему остальному женьку он подлетает на своей боевой классики шестерки красного цвета мы загружаем туда снасти виноводочные изделия дело подходило к вечеру и то есть мы ехали не то чтобы половить рыбу а просто тупо скорее всего в глубине души просто нажраться и вообще выехать из города забыть про эту суету ну тупо вдвоем отдохнуть женек поддержал это естественно и то есть прилетел очень быстро мы все это грузим в тачку и мчим на рыбалку куда на рыбалку на какую рыбалку вообще ни у кого не было мысли но я был уже подпитый и я говорю поехали на такой такой-то водоем этот водоем наверно один из самых далеких от нашего населенного пункта который вообще есть почему мы туда поехали я до сих пор этого не знаю ну короче мы туда добираться в трезвом состоянии часа два а в каком пребывал я и женек был тоже такой хорошенький я не знаю ну часа три точно ехать короче мы выезжаем я на взводе естественно я только что ругался мне надо срочно выпить адреналину что под этим подразумевался естественно водка пиво и всю дорогу я еду и квашу и тут уже ближе к месту начинает вечереть женек говорит вообще пофигу мы ехали на пруд он говорит вечером ночью карп карась клюет наоборот еще лучше но насмотревшись на мою пьяную рожу он же тоже не был трезвенником и всю дорогу смотря на меня естественно ему хотелось закинуть за воротник то он и сделал буквально когда мы покинули трассу выехали на проселочную деревенскую дорогу женек останавливает машину говорит начисляй штрафной и мы уже более-менее на одной волне двигались дальше мы приезжаем на этот водоем на нем мы были не единожды мы много раз там были но последние года три мы там не появлялись и когда мы подъехали к водоему мы просто охуели потому что я не знаю не буду говорить там но как в нашей области у нас очень много водоемов рек таких прям красивых мест где москвичи любят скупать участки и строить на них дачи летние домики с этим водоемом вышло то же самое когда мы туда приехали спустя три года мы офигели мы увидели то что вокруг водоема просто как грибы выросли вот эти дачи и домики как мы узнали что это москвичи ну естественно по машинам номера вот и самый прикол в чем то что когда они скупают участки они строят заборы забу вот такой форс-мажор сидел снимал видео пришел мужчина с собакой прикольная собака искупались в реке короче и пошли назад хотя нахожусь вообще в глуши тут вообще нет нигде населенных пунктов тут поле вот это лесополка и дальше река ну ладно видите люди бывают везде то есть вот такие дела даже нашел счет цветок представляете домашний цветок вот он рос ладно что дальше то был то а ну все женек бахнул короче и почувствовал себя то что он не на боевой классики не на своей красной шестерке ездит а как будто на ламборджини диабло и просто он втопил педаль в пол по этому полю заряженный пару стаканами водявки шлейф сзади нас пыли метров за 50 это точно подлетаем к этому пруду обнаружим то что москвичи и вообще кто-то ну кто покупает не обязательно они кто покупает дачи вот это в таких красивых местах они себе сделали заборы огородили свои участки и эти заборы прям уходит в пруд на наши рыболовные места уже невозможно было попасть поэтому что мы делаем я уже довольно таки изрядно бухой достаю удочку начинаю разбирать у меня удочка втыкается в землю и ломается пополам но у нас еще были косынки косынка это такой треугольник и сетки снизу привязана стальной трос чтобы он тянул вниз ну и все это привязывается к удочке закидывается то есть эта сетка на удочки микро сетка такой треугольник называется косынкой кто не знает я беру эту косынку уже опустилась вообще прям темнота вечер такая прям ну вообще ничего не видно я беру закидываю эту косынку в пруд и не слышу что она упала в воду снимаю глаза и вижу надо мной то что свисает ветки и рядом растет гигантская огромная плакучая его и вот эти ветки свисает вниз и когда я кидал я видно закинул ее не в пруд а на дерево у него говорит это вообще не проблема у меня есть вторая косынка он делает то же самое такую же манипуляцию цепляет ее к удочке начинает ее закидывать но у него происходит то же самое что у меня он и закидывает и мы не слышим в темноте то что она упала в воду она повисла также на дереве у женька это было видно последняя капля его терпение и он такой говорит сука если мы не можем попасть на наши любыми любимые места рыболовные почему мы должны ловить тут где-то не в непонятных этих деревьев и говорит у меня есть топор я сейчас просто прорублю этот забор эту сетку рабицу и пойду ловить на свое место вблизи водоем это нечаянная территория по сути ну люди сделали так для того чтобы их не летние домики всякие туристы и пьяные рыбаки не сожгли просто-напросто потому что начинают палить костры делать шашлыки мангала и все подобное они приезжают туда только на лето и за год дом просто сгорит и он берет топор и уходит в темноту я остаюсь один наедине со спиртными напитками и начиная естественно у меня удочка одна сломана одна висит на дереве я начинаю их просто тупо распевать 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 и в какой-то момент просто тупо просыпаюсь в машине 6 утра лежу на пассажирском сиденье замерз чего у меня пол тела замерзла а пол тела у меня просто горит от того что солнце печет прям в лобовое стекло и открою глаза половина замерз половина меня жарко смотрю короче на лево а рядом лежит женек я не понимаю я не помню как мы там очутились как мы пришли в машину ловили мы не ловили как пришел женек это просто стерлась из памяти такой начал шевелиться естественно женек тоже просыпается такой как мы тут очутились он газ я не помню говорю я помню что ты взял топор и ушел в темноту он говорит а я даже этого не помню я выхожу из машины а машина у нас стоит передние колеса но буквально полметра и идет обрыв метров 20 вниз и мы вот так стоим на этом обрыве я понимаю уже будучи такой ну полу трезвый то что еще полметра и нас бы вообще но это был бы фиаско просто мы бы ушли туда говорим что будем ловить дальше да будем конечно открываем багажник и смотрим то что у нас просто все удочки наши переломлены я сломал свою женек пока ходил там по кушарям по этим по дебрям тоже зацепился где-то переломал свою удочку вот и 2 у нас еще висят просто на дереве ебать вот такая вот случилась рыбалкой и еще нам было добираться до дома часа два в таком об не опохмеленным полу омрачном состоянии вот такая у нас вышла один раз рыбалка кто спрашивает то что что стал со старым каналом от старого канала у меня не осталось никаких данных я не могу никак восстановить это уже прошло около пяти лет а может и больше и я даже уже не заморачиваюсь как-то его сделать там мало подписчиков много видео кстати там около 200 видео и буквально они сняты за полтора года может ближе к двум 200 видео результативные которые реально ловилась рыба а вы представьте сколько еще видео было которые когда я не ловил рыбу и их просто тупо не выкладывал то есть это через день я появлялся на рыбалке это очень трудно надо или ловить или снимать видео если ты снимаешь видео и ловишь ты уже не получаешь такого удовольствия как вот пришел на реку закинул удочку да и ты спокойно ложь тебе надо перемещать этот штатив постоянно искать хороший кадр я этим заниматься уже не хочу старого канала нет на него никто не подписывался смотрели лишь для того чтобы узнать какие-то рыболовные места мне это вообще абсолютно не надо кому надо вон google в помощь видео будут именно такие они мне доставляют удовольствие я вышел где-то ловлю где-то снимаю видео как захочу нет приносит реально удовольствие поэтому кому не заходит мой юмор можете не смотреть попадается есть такая функция короче нежелательные посты просто нажмите эту функцию все его не будете раздражаться как некоторые к кто понимает этот юмор да это прикольно там вот естественно лайк вот от меня огромный респект будем снимать дальше даже будем может и что-то ловить с вами была неочевидная рыбалка пока